Несмотря на суровые погодные условия, на площади Победы собрались ветераны, волонтёры, студенты, члены правительства республики, представители правоохранительных органов и силовых структур, жители города. Пришедшие почтили минуты молчания памяти всех российских и советских воинов в погибших в боевых действиях и в знак памяти возложили к вечному огнёт цветы. Глава региона Владислав Ховалы, который четверг вернулся с рабочей командировки с Донбасса, принял участие в митинге, поздравил всех жителей республики с Днём Героев Отечества и отметил, что подвигами героев создаётся история, выстраивается век развития страны. Мы гордимся выдающимся земляком, министром обороны Российской Федерации, героем России Сергеем Гужелетовича Игу, истинным патриотом большой России и своей малой Родины. 2022 год дал нам ещё одно имя настоящего воина, старшего сержанта Мельгена Донбасса, который за смелость, мужество и стойкость в проявленном боях в ходе специальной военной операции награждённой звездой Героя. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут, рассказывает заместитель председателя Верховного хурала Республики Виктор Глухов. Это действительно чествование наших героев, это является нашим хорошим патриотическим уроком для подрастающего поколения и в целом празднование его, это действительно достойно того, что мы ищем память наших героев. Напомним, 9 декабря в России с 2007 года отмечают День Героев Отечества. Относительно молодой государственные праздники имеют глубокие исторические корни. В этот день мы вспоминаем и тех, кто ушёл, и тех, кто сегодня в строю. Мы гордимся, мы помним. Альдина Исайя, Шолбан Монгуш, Айдана Синдинма, Тува 24.